Всем ни бага ни лага, зрители и подписчики канала Дрожа, с вами Жека, и сегодня я для вас сделаю то, наверное, о чем вообще никто не просел, но тем не менее, смотрите на ваших экранах краткая история Among Us. Если рассказывать историю Among Us, стоит начать еще с 2015 года, тогда впервые американская, а если быть точнее, вашингтонская, компания-разработчик игр впервые засветилась на игровом рынке. Они выпустили первую свою игру, и спустя несколько лет они выпустили ту игру, благодаря которой вы ее сейчас скорее всего знаете. Сама по себе игрушка Among Us представляет больше интерактивную социальную мафию, где вы должны вкупе с другими игроками вычислить того предателя, кто потихонечку убивает всех других игроков. На этом закручена вся механика игры, и плюс добавлены маленькие интерактивные детали, наподобие уничтожения астероидов и тому подобное. Долгое время игроки довольствовались только одной картой в игре, но спустя какое-то время в Among Us появилось еще две новых карты. И тогда разработчики задумались о том, чтобы сделать вторую часть Among Us 2. Но после того, как внезапно в 2020 году игрушка Among Us с невиданной популярностью стрельнула, разработчики решили отложить планы на вторую часть и больше сосредоточиться на поддержке первой части. Доподлинно неизвестно, чем конкретно связана такая дикая популярность этой игры, но многие сходятся на одном простом факторе. Вышедшая в 2018 году игрушка Among Us попросту ждала своего времени, чтобы стрельнуть ровно через два года. Потому что человечки из недавно нашумевшей игры Fall Guys очень похожи стилистически на человечков из Among Us. А в самокупности с многими твич-стримерами и ютуб-блогерами популярность игры еще больше расширилась. Вот такая краткая история была на ваших экранах. Надеюсь, вам понравилось. А всем спасибо за просмотр, всем удачи, до скорого и не голодайте.